всем доброе утро друзья Мишута доброе утро скажи зрителям в наушниках сидит не слышит ты Мишута я на тебя еще камеру не буду доброе утро Алексей Алексей готовит нам омлет такой она золотой папочка а я вчера когда мы с Алексеем ходили за этим прикольно как называется за шашлыками приходила к нам молочница что-то она как-то запотела что-нибудь какая-то здесь вода не поняла я а я все поняла теперь в общем ладно пусть стабилизируется в холодильнике продолжает лежать сейчас уберу в холодильник йогурт я сделала короче смотрите вот эти две банки стандартно по рецепту а в эту банку я случайно забыв положила две столовые ложки этого йогурта и что-то тут какая-то сверху жижечка образовалась а эти идеальные эти хорошие без жижечки ну короче ладно пускай продолжает стабилизироваться в холодильнике уже сейчас так закрою как меня учила моя дорогая подруга Сартинч резинкой и в холодильник вот йогурт у меня готов у нас сегодня что-то как-то нет солнца было солнце с утра ребятки у нас сегодня пасмурно все равно тепло окна не открывал да ну так солнце светит потому что если вот на горку посмотреть она как бы светит но не так ярко и не так не проясняется погода лишь вот прямо сейчас на глазах она прояснилось появилась солнышко море солнце и песок наши лучшие друзья нам друг распечатал фотографии детей смотрите какой классный у него принтер слушай ярко так хорошо распечаталась да лишь супер теперь мы теперь мы не ходим фотостудию имеющиеся у нас на флешке фотографии распечатываем ребятам нужно а вы кстати пойдете семейного доктора сейчас после завтрака ребятам нужно этот для тэквон дом какой-то экзамен будет и вот сказали фотографии принести вот наш друг рай распечатал и также принести справку от доктора он написал сообщение которое по приходу к доктору алексей должен будет показать надеюсь что больше встречных вопросов никаких от нее не будет потому что алексей ничего не поймет но ты бери переводчик и переводчики голосовой пытаемся ей дать пусть она говорит переведет тебе переводчик хорошо вот как хорошо что есть сейчас google translation это просто великое дело спасибо кто это вообще придумал раньше конечно было сложнее намного хотя сейчас наверное смотри какая ситуация раньше бы наверное люди приехавшие вот так вот в турцию быстрее бы выучили язык да а мы на расслабоне как один урок прошел алексей говорит вчера обещал еще второй урок провести детям ну как бы ну да может сегодня получится ну так английский тренировку уважай вечером дневное время дети сейчас не учится у детей каникулы недельные неделю они будут отдыхать почему олег доброе утро только что мы проговорили что это же вечером 8 вечера у тебя английский что тебе мешает до 8 вечера до тренировки позаниматься турецким только что проговорили выходишь и говоришь одно и то же доброе утро олег все такие у нас дела в общем сейчас будем завтракать масло сливочное достали и омлет уже почти готов а я йогурт сейчас холодильник уберу приятного аппетита семьями шута выпрями спинку пожалуйста мы еще постели даже не заправили но уже завтракать сели молодцы лимон мята какое счастье меня ругали ну что тебе надо ругать пена пена нормально съедобно яичницу алексей сделал масло сливочное сыр лимон свой часть лимоном с мятой вот такой хлеб тостовый сыр еще все тостовый хлеб всем приятного аппетита нам приятного аппетита все кто с нами есть тоже приятного аппетита всем остальным хорошего дня отличного настроения а светлцу тысячи киридарим ну что солнышко все-таки разыгралась вон заливает наш балкон уже наполовину алексей ой миша тут что познавательное смотрит а алексей так сильно хотел айвовый компот что посмотрите как он топором нарубил айву я теперь вытаскиваю каждую айвушку и режу на адекватные кусочки для компота такие у нас дела вчера у нас уехали подмосковные друзья рис говорит остался не выкидывает же я грукач не выкидывает давай сюда рис от них чего-нибудь надо будет сварганить о если ты купишь мне а я же могу с курицей приготовить маш маш хорду хотите у нас маш фасули есть а маш фасули сейчас друзья на неделю уехали уже не буду проращивать проращу как-нибудь тогда потом да маш фасули есть ваш хорду тогда сварю и мукбанг снимем с ней да окей тут работа продолжается заливается следующий этап бетоном вон стоит бетоном мешалка одна вторая видимо уже сливается и закачивается этот бетон бетонными насосами вот этими прям по месту работа идет мы организованы толпой опять идем к врачу вчера пролетели пришли врач уже свалил домой да так что мы теперь повторно идем за справкой для этого для тэквондо пришли опять в больничку пойдем врачу сейчас спросим все делов на три минуты примерно просто справку из программы выписали кемлик попросили распечатали и все вот они такие большие огромные справящие доктор поставил свою печать и автограф и все сказал гоу на тренировку пойдем обратно я с маме напишем что мы освободились чем купим по дороге специально завернули показать вот тут гора такая это накопали между построенными двумя комплексами вера лайф второй не знаю как называется вот огромное горище такая с той стороны огромный огромная яма сейчас может быть будет видно там тоже сейчас делают фундамент уже а вот она на ведь уже арматуру там городе от скоро тоже будет домик вот и море что-то как сильно шумит сегодня она у нас да сегодня волнушка есть он лавочки что что-то 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 прикольно единственный оставшийся пирс вот этот не убранный остальное все убрали водохлеб михаил но тепло прям да так жарко попей тоже водички пойдем он на лавочке присядем на пару минуточек передохнем да пойдем если загадывай желание куда побежал ну иди попробуй глоточек маленький мама сварила целую кастрюлю компота а его вот ты можешь дать ложечку добавить сахар чуть-чуть и размешать пока размешивать будет прохладнее я налью попробовать вкусно но мамы у делал вообще наши без сахара нисколько не хвала мне сейчас разбавит прохладной водой себе с сахаром он дух стоит айвовый а вот сахаром еще и вкус сладкий приклад прекрасный будет да михаил вкусно загадал желание первый раз как компота его выпить классно сейчас на нам попробуем компот и пойдем в сторону море так чтобы мама сделать мне ребята купили фарш очередные 5 килограмм фарша я их порционно делю по 500 грамм вот такие у нас дела сейчас порционно все это дело поделю и отправлю в морозилку я специально делю по пол килограмма потому что если буду готовить но я уже рассказывала да кто меня давно смотрит если буду готовить блюда которые на которые нужно большое количество фарша такие блюда как манты и котлеты то я вытаскиваю два клубочка вот так как кстати мне советовали зрители приплюскиваю вот так и сейчас покажу как заворачивать буду вот и если там фрикадельковый суп какой-нибудь я не знаю что еще что еще где мало фарша требуется макароны то я беру по одному кусочку соответственно ставь пока на паузу сейчас нам продают мясо вот в таких бумажках они с одной стороны такие клеенчатые а с другой стороны бумажные и я вот по два кусочка вот так фасую 1 плюс как это сказать распластала короче фарш вот так раз одной стороны и с другой стороны а теперь здесь как конфетку заворачиваем и вот тут получается у меня два кусочка фарша вот это вот такой брикетик отправляется в морозильную камеру бумажки у меня уже закончились в 3 бумажках мне ребята принесли фарш соответственно остальное все по пакетам сейчас в пакеты точно также и в морозилку потом буду потихоньку доставать по одному кусочку и готовить кушать такие у нас дела короче кроме тут едим мороженое мы едим мороженое вкусно папа ты даже не пробовал ни одного вот ты молодец какая выдержанная не то что мы да Миша мамма ты чё приколился тебя не звали звали мимо проходил меня позвали сейчас мы пойдем мороженку а потом пойдем на море где тоже дети переодеты только я не переодет маленький кусочек идем на море Миша он велик сегодня попросил взять с собой мы туда ему все полотенчики сложили маски для подводного плавания хотя сегодня понадобится не скорее всего под водой будет бутно мы на море сейчас шли когда с магазина завернули краем глаза посмотрели вот миша наверх еще запереть а сзади наши друзья едут кстати дороге я дирай за 9 на море подвеселый шуток почему я и так попал преследовую мишу у вас есть уже beide миша вода на море кокол и и я все Олга, скажи, Олга, окей. Поехали. И мы пойдем, да, Миша? Пойдем? Миша навернулся. И подходим, мы к морю уже. Сегодня мы очень поздно вышли. Время 2 часа. Одна минута третьего мы подходим к морю только. Сегодня, по идее, должно быть вода теплее, чем мы ходим к 12. Целых 2 часа, она больше прогревалась. Или к часу, на час дольше. Но мы сейчас эту теорию проверим и расскажем. А тут Мишины лохматые друзья гуляют. Кошарики. Да, Кошарик? Мяу. Мяу. Смотрит внимательный какой. Поехали, Миша? Я думаю, папа пойдет. Пойдем. Кошариков здесь любят, уважают, не трогают. Нельзя так драться, ты что? Сейчас мы тоже будем с тобой драться. Мы сегодня по походному принесли с ковричком, разложились. Этот ковричик тоже, где во многих местах бывал. Этот коврик вообще Оля выиграла на каком-то конкурсе в этом. В метро проводился. В подкручивании роллов. Она там выиграла. Ей за это подарили этот маленький коврик складной. По-моему, Кока-Кола на нем где-то написано. Или Пепси-Кола. И с тех пор он катается по разным странам с нами. Пойдем в море. Сегодня море немножко с волнушкой. Сегодня поэтому маска нужна только, чтобы плавать, так сказать, более комфортно. Под водой сейчас сегодня ничего не видно не будет. Иди давай, догоняй, брата. Миша с папой тут валяются. Мы же накупались. Очень давно не валялись на песочке, да? Да. Постоянно придем быстренько. Папочки поставим. Окунемся, выйдем. Да, на тапочки искупаемся, вещи одели и гоу домой. Ага. А сегодня что-то время немножко ездить. Ученик полежать. Да. На песочке. Песок прям теплый-теплый, да, Миша? Классный песок. Поройчик обалденный песок. Он не кипяток. Летом был вообще кипяток. Невозможно по нему было ходить. Сейчас прям такой комфортный. Да, вот сейчас. Я вот положил ногу на песок. Не горячо. А наоборот, комфортно даже. А вот там... Пока Миша с папой валялись, я лет показался на велике. Ну так, приличное. Я... Приличное расстояние я на нем преодолел. Потихонечку мы будем собираться. Могут и попасть в песок. Она вообще классная. Классно. Будем собираться домой. Пришли, а... Одна из соседок переезжает. А... Никто не помогает. Всем привет, друзья! Сегодня с вами не здоровалась. Собираемся в Эрдом Ли детей на тренировку вести. И для вас хотим снять мокбанг. Что-то я уже замучилась с этой. Фантазия моя иссякла. Не могу придумать, что приготовить для мокбанга. Поэтому решили пойти в кафешки сейчас. Мы уже привыкли. Работа у нас такая. Сядем сейчас в кафешку. Еду закажем. И поставим перед собой камеру, телефон. Подключим микрофон. Снимем для вас мокбанг. Пойдем поищем что-нибудь вкусненькое в Эрдом Ли. Кстати, помнишь нам все это самое? Чердак. Чердак. Как шардан? Шардан. Хочешь поискать в Эрдом Ли шардан? Или нет времени у нас? Ну, не знаю, какие-нибудь еще у него. Тогда же сказал наш турецкий друг, что жардан. Миша, перестань, сними резинку. Это что за ерунду придумал? Папа Леша, мы сейчас бегом бежать будем. Я вообще этого не хочу. Встань, пожалуйста, пошли. Все, мы пошли. Ждите нас скоро на мокбанге в каком-нибудь ресторанчике Эрдом Ли. Готовы? Так, точно. Мы сегодня помогали соседке переехать. Посмотрите, вот запомните эту мохнатую морду, вот эту вот, которая на столе у нас тут спит. Короче, соседка переезжала. Мы ей помогали вещи перетаскивать. Ну, насколько это было в наших силах. Потому что Алексей был на море, а мы были... А я одна помогала. Но в основном все носил таксист. Вот. И что я вам хочу сказать. Кошка эта 15 раз забежала к ней в квартиру, короче. Хозяйка ее постоянно вытаскивала. Вытаскивала, значит, из квартиры. Потом хозяйка, значит, говорит, возьмите, пожалуйста, вот эти коврики. Я... Сейчас. Возьмите, пожалуйста, вот эти коврики, отнесите к нам, ко мне обратно домой. Ключи у нас от ее квартиры есть. И, короче, мы такие с Алексеем заходим в квартиру. Открываем дверь. И как вы думаете, там лежит эта кошка прямо на ковре. Алексей как начал укатываться. Он смеялся, его остановить было невозможно. Короче, это наглющая мохнатая морда. Все-таки прошмыгнула. Как бы хозяйка ее не вытаскивала из своей квартиры, 15 раз она все равно прошмыгнула туда. И когда уже все вещи были вынесены, ну, которые там переезжали вместе с нашей соседкой, кошка осталась все-таки в квартире. Вот такая вот упрямая, наглющая, мохнатая морда. Вот, мы с семьей сокращаем путь. Едем в Ордемли и ходим всегда по пыльной дороге, но короткой. Вот. Видите, мимо стройки приходится идти. ВОДЕЛЬНЫЙ 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 ВОДЕЛ Продолжение следует...